Составы мы скажем, что ты тот же самый. Запись у нас. Всем привет. Дэви со мной в студии. Победитель финала, который мы сейчас вместе с ним комментируем. Привет, Дэви. Всем привет. Ну что, запускаем. Давай коротко составы нажмем, а чуть позже запустим тогда. Не поменялись составы у соперников. Для тебя я отмечаю, что и правильно. Зачем тут что-то менять, как бы и так все нормально. Если все сработало более чем хорошо, так скажем. Нет, на самом деле я думал, что он все-таки во второй тобой точно возьмет коробку. Поэтому я оставил состав этот противокоробочный. Хотя он и сработал против его Раша. Но я на самом деле, если бы знал, что он будет Раша, тебе бы видоизменило. Больше кавалерии взял. Чтобы еще убедительнее. 8 застрелов было бы более убедительно. Я думаю, что сейчас он возьмет точно коробку. После проигрыша такого практически без шанса в первой битве. Да, но здесь поменялось единственное, что у Олега расстановка. Вот левый фланг, он более такой сильный сейчас получается. За счет знатных аварских мечников и лучник сюда оттянут. Вот это те же самые знатные аварские пикинеры и аварские пикинеры. Это те же самые три копья. Вот они стоят здесь у нас на левом фланге. Правый фланг у него более слабый. Это три копья. И здесь что у нас? Знатные аварские опять пикинеры и аварские просто пикинеры. Ну и центр у нас представлен теперь одним копьем, двумя знатными аварскими мечниками. Один луч здесь в центре телепается. И аварские пикинеры. Два отряда аварских пикинеров. Ну и генерал здесь это центр. Ну что, поехали? Да, поехали. Ну на самом деле мне тоже непонятно. Как бы если в первом бою было, как бы Олег игрок опытный, он же должен был понимать, что раз не сработало, то надо что-то менять здесь. В этом плане Дак, вот Левелин мне, кстати, нравится. Я вот недавно смотрел их бои. Вот в одной восьмой там, по-моему, финала. Там не до конца я, правда, все посмотрел, но тем не менее. То есть все-таки эксперименты с составами, они, если ты умеешь контролить, а контролить он умеет и очень здорово. Поэтому, мне кажется, здесь нужно было что-то менять все-таки. Ну да, не переходить к тому крайнему варианту Раша вообще без этих двух луков. Или наоборот к кайтингу переходить. Ну или к проверенной коробке. Ну я думаю, все-таки шесть лучей бы здесь вообще не помешали в составе. Вот все-таки против тебя именно покайтить было бы здорово ему, конечно, пострелять. Это он умеет. Ну вот делает он перестановку. Снова он вытаскивает, посмотри, своих трех мячей в центр. Для чего? Ну, наверное, здесь... Да, опять то же самое. Сейчас будет то же самое. Опять он по центру попрет мячами точно на тротике. Причем... Зачем он поменял местами копья с мячами, я не знаю. Хотя вот все-таки первоначальная расстановка была бы более, конечно, попытаться их... Конечно, надо было перейти быстрыми копьями. Перевести, да, не, ну понятно, что, по идее, мячи должны второй линии при таком вот раскладе идти. Что толку на флангах контрить здесь твою каву аж тремя копьями? Ну, как бы смысла я не вижу здесь особого. Ну, логика у него есть. Он боится захода маякавы в тылы. А страшно, если она начинает в тылах шариться и уничтожать этих лансеров его. Да-да-да, ударка. Я только хотел сказать, что здесь... То есть я могу ему ударку выкосить своей кавой. То есть я понимаю, зачем он фланги-то прикрывает. Ну, говорю, здесь абсолютно бесполезные два лучника. Вот помнишь, в первом бою они не сыграли, я один выкосил. 42,2, да, сыграли они, да, я помню сейчас. Ну, вот снова выхватываю... Сейчас просто сзади эти два лучника стоят. А смотри, я сейчас центром буду просто отходить чуть-чуть. То есть у него в итоге мячи сейчас видал куда углубились, и слева опять мячи растут. Так вот, да, слева мечники опять попадают. Один в один, но они же со спины, но они дохнут и дохнут. Ой-ой-ой, жалко, как такой юнит. По центру центральный мяч уже почти весь выкосился за стрелами. Вообще 70 добегает. Здесь добегает... Я просто сейчас спросил у мечников, проведу вперед чуть-чуть. Да-да-да-да, вот это вообще очень здоровский момент, конечно, здесь. То есть просто прикрыть, я так понимаю, генерала ты хочешь, чтобы его генерал... А слева опять то же самое слева происходит. Маленько упустили мы эти события. Опять ланцеры чаржат этих знатных метателей дротиков. Сливаются вот аварские пикинеры. Ну, сейчас здесь еще одни аварские пикинеры заходят. Но я смотрю, ага, эти продолжают стрелять метатели дротиков. Еще обрати внимание, я свою армию чуть-чуть налево увел. У него осталось три копья, совершенно не удел справа. Шарятся там. Да, три против двух твоих здесь получается. Причем твои здесь саксонская кава-то, она отстреливается. И неплохо так покопили. Ну, а в любой момент куда хочет поедет, а эти копья долго будут еще привезти. Но все-таки протаскивает он генерала по центру здорово. Мимо твоих копейчиков. Я пытался его копьями поймать. Да, и чаржит он опять пустых этих метателей дротиков. Опять пустых метателей чаржит. Да, да. Чаржит опять сквозь мечи. Угу. Через свои же мечи, да. Что уменьшает чарж. Ну и слева у него копейчики, я смотрю, новобранцы не удела. Целый отряд остался. И справа вот он все-таки заводит, он как бы окружает, да. Все-таки маневр-то удался, так скажем. Вот здесь вот более интересный бой, конечно. То есть вот эти три копья, они заходят и заходят здорово. Более того... Заходят, а в центре уже генерал, опять уже генерал. Генерал опять умирает, да, у него там остается. Но вот здорово он чаржит здесь генерала твоего в спину этими знатными першамоварскими пикинерами. Но чарж не проходит. Он хоть и в бегущего бил, но и у него, как бы, получается, не вся масса копейщиков вошла в тыл генералу. Ну и здесь, конечно, конные разведчики контрят этих аварских пикинеров, причем очень здорово. Да, и умирает у него здесь генерал, но ничего не умирает, но мигает. И у тебя, получается, огромный резерв такой. В тыл и оттянут три этих кавалерии. Одна сейчас саксонская конница. Просто-запросто она может и копейщиков, новобранцев. Да, вот что ты и делаешь. Останавливаешь их на бегу, и причем, да, им здорово достается. Ну, новобранцы на той новобранцы, ополчение. Мы уже как-то говорили с тобой об этом. Ну, что они? Один удар, и все, и они сливаются. И вот умирает. А, вот слушай, генерал-то не умирает. Я вспомнил. Не раздвигает, да. Да, умирает твой генерал сейчас. Да, генерал. Вот везунчик, Олег. У него три остается. Причем, что твой-то умирает. У него полтинник был. Такое крайне редко бывает. То есть, в общем-то, здесь все за Олега было в этом бою, так скажем. Ну, если не считать там какие-то составами, да. А вот этот момент-то очень здорово, конечно. И вот он, он, Гена этот, бежит, товарский. Ну-ка, где они тут эти товарищи? Да, вот они чешут. Трое их остается на белых конях, принцы. Ну, и разбираешься ты со стрелками. Опять, я смотрю, не дал ты им сыграть, этим стрелкам. Один три набил, другой шестнадцать. Конечно, это не результаты для лучников, которые, в принципе, здесь были не нужны, конечно же. Ну, и вот твой резерв, я понимаю, вот этот кавный, он, конечно, сейчас дает себя знать. Ну, каву я всегда берегу на конец игры, когда все завязанное начну чаржить. Да, да, по тылам, либо уже там в лоб. Потому что в лоб моя кава плохо чаржит, а вот сейчас в конце сейчас это все разбирает. Да, действительно. Ну, и вот здесь проспал небольшой чарж, конечно. Знатные аварские, причем опять пикинеры, бедолаги. Снова им достается, в стоячек в них вошли конные разведчики и все на этом. Да, и аварские генералы живут. Вот если бы не был он жив, мне кажется, копейщики бы уже сбежали, остались бы только мячники. Они уже подбежались. Да, только знатные аварские, вот остались бы и все. Причем они, смотри, как здорово стоят вообще. Все-таки это юнит. Вот, да, здесь в этом и один юнит я не отстрелял. Да. Причем, что они подбежали, то уже по центру они были уже просажены, там около сотни оставалось. Но, тем не менее, вот она, эта стена щитов и вот аварская мячница. Да, конечно, на ней можно всю пехоту сбить. Да, 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 совершенно. Это по типу королевских гвардейцев астурийских. Да, или под королевских тенов. Да, или под королевских тенов. На котором можно, если у тебя пехота, пол армии слить. Да, да. Ну и все тут, как бы, в итоге он бьется в окружении по концовке. Да, просто уже окружен здесь, конечно, здесь уже численное превосходство. Ну, а генерал твой, конечно, да, умудрился при полтиннике умереть. Ну, не поверло. Да, бегут мячи. Ну и копейщики здесь твои, конечно, вообще красавцы. Все-таки эти ветераны очень... Ну, вот так закончился бой, да. Ну, что по результатам. Ну, вот я говорю, копейщики твои еще лучше сыграли, чем в предыдущем бою. Застрелы чуть хуже, чем в прошлом бою сыграли. Я хочу обратить внимание, вот эта статистика, она обманчива. Эти копейщики мои, они резали дешманских бомжей, копейщиков, бомбарских. То есть, основную задачу, опять же, выпалили застрелы. То есть, хоть они сдобили там двадцатки, да, там двадцатки. Да, но это же все элитные мячи или ударка. Конечно, конечно. Причем этот убитый, а еще они же ПХП просадили. То есть, там эти юниты будут абсолютно дохлые. Это уже механика игры, да, здесь получается, действительно, что они не только убивают, да, еще и просадят. Да, очень сильно просадят, то есть, вот, на самом деле, обманчива статистика. То есть, убийства копейщиков здесь не принципиальны. Этих бомжи, бомжи копии аварские, меня волновали очень мало. То есть, здесь основную работу, опять же, есть центр, ну, игру сделал центр, вот эти восемьдеца стрелок. Да, сделали они действительно, здесь весь бой вытянули они. Ну, и плюс, луков, вот твоя саксонская тут порезала, копейщиков, которые, вот эти, которые по двести, по сотне. Это все копейщики и луки, я так понимаю, в основном. Да, это все копейщики и луки, да, точно. Ну, как бы... А вот эти юниты были убиты вот этим спамом мельтастов по центру. Да, но тем не менее, посмотри, аварские пикинеры раз-два отряда сыграло отлично. Два знатных аварских пикинера тоже сыграли здорово. Ну, не сыграл генерал в этот раз. Конечно же, и опять лучники не сыграли, и мячи сыграли хуже, чем в прошлом бою. Конечно, бой... Ну, один, почему? Один сыграл хорошо. Один вообще замечательно сыграл. Вот так они и должны играть. 190, это самый замечательный показатель. Ну, причем в этот раз он резал не только застрел. Он резал все там, да. Всех, кто к нему подошел, скажем так. Вот это страшно, когда играешь в Виствале и против аваров, да, каких-нибудь. Если у тебя кончились застрелы, то если остались элитные мячи у врага, то у Виствали фактически больше нечем увидеть элитные мячи. Да, у нее вообще нет такой пехоты, которая могла бы как бы... И пехоты, и тяжелые кавалеры. Да, и кавы такой нет. Стража очага, это ни о чем. Ну, что ж, убедительная все равно победа, грубо 700 там на 150. Тем не менее, как бы результат, вот он, говорящий. Ну, что ж, поздравляем тебя с победой. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Всем пока.